Ну что у нас? Начало с горячим чаем, да? У нас не лето, вот он на дворе. Не май месяц, поэтому мы пьем чай. Привет зрителям. И сегодня Ян приготовил нам какой-то сюрприз. Я надеюсь, виллу за 2 миллиона евро мы будем смотреть. Нет, Ярослав, сегодня мы будем смотреть народную квартирку. Опять народную? За 78 тысяч 900. А почему мы ее будем смотреть, объясню. Неделю назад позвонил наш подписчик, который давно нас смотрит, из Германии. И попросил, снимайте побольше недорогих объектов. Вот я, конкретно он, хочет переехать в Испанию из Германии. У него небольшой бюджет, до 100 тысяч, а конкретно даже до 80 тысяч евро. Мы будем смотреть 2 спальных комнаты, стоимость 78 тысяч 900. Я как-то сразу, как-то мне даже грустно стало. Не пиво, а чай, не вилла, а народная квартира. Ну так бюджетный вариант. На самом деле, я предлагаю, кстати, хочу предложить нашим зрителям тоже поучаствовать в такой идее. Если вы хотите смотреть разные объекты, как вам такая идея сделать что-то вроде рулетки вначале. Тебе я тоже хочу предложить. Раскладываем карточки с объектами. Это объекты, которые реально существуют, они у вас вот там висят. И мы крутим, и куда показывать, туда едем смотреть. Ведь нам все равно надо что-то показывать. То есть, сделаем барабан, как поле чудес. Да, поле чудес. Поле чудес. А сектор приз, это просто не идем работать, а идем в ресторан. А идем в дебасов на пиво. Идем снимать в ресторан очередной, который тоже у нас будет на канале. Поэтому подписывайтесь, ставьте чаек. Мы ее добиваем и идем снимать для вас. Альфинисты карабкаются с крюками и пытаются к вам обязательно залезть. А если сумасшедшие англичане вообще выкинули из окна арендаторы? Керчик. Возможно, даже фаршированный. Фаршированный. Вкусно. Ну, я продать не удалось. Выключай камеру. Хороший ремонт, да? Так, свежой. Здесь нержавеечка для людей с ограниченными возможностями. Мрамор, который так удивляет всех, кто мало было в Испании. В принципе, такой прям премиальный подъезд в не очень премиальном доме. Сейчас кто-то скажет, в этом подъезде можно жить и будут правы, потому что ремонт в этом подъезде, он может быть лучше, чем в квартире. А, вот так, да? То есть у нас еще впереди ждут чудесные открытия. А вот эта калитка, Ян, ты не подойдешь туда уверенно и скажешь, ну что ж, пройдемте в квартиру. Нет, здесь мы пройдем в гараж. Там вообще будет несколько уровней вниз, да? Несколько, два, минус первый, минус второй этаж. Два лифта и двери, которые нас выведят во внутренний двор, там бассейн. Если у нас есть ключи. У нас ключи нет, здесь магнитный ключ, карточка, да, у нас нет, к сожалению. Но там бассейн, мы его увидим, наверное. Лифты это вообще роскошь. Некоторые жители пентхаусов поднимаются пешком. Эликанты. Это особенные только. Чисто, в лифте чисто. Пока, пока мне все нравится. Какой этаж? Третий. Так, мы на третьем испанском этаже. Четвертый наш. Кстати, у нас здесь окно. Самое, что примечательное, смотри. Четвертый этаж и здесь решетки. И сейчас все скажут, это ревьеха. Тут даже на четвертом этаже в подъезде стоят решетки. Я вообще не знаю, зачем они нужны. Потому что альпинисты карабкаются с крюками и пытаются к вам обязательно залезть. Он, кстати, на балконе. Там, кстати, бассейн. Вот это вот общий бассейн для этого дома. Это все принадлежит этому? Нет, не этот бассейн. Вот внизу есть бассейн. То есть, ты зависливо смотришь на чужой через решетку. Да. А у тебя там маленький поскромнее. Ну, тоже ничего. Нет, он не маленький, он нормальный. Пойдем в квартиру? Пойдем. На всякий случай проверим. Это свет или звонок? Это звонок. А вот свет, да? А это свет. Как всегда, работающий под таймером в Испании. Так, собственно, мы в прихожей квартиры. Скажи мне, в прихожей, а я имею право оставить свою обувь здесь снаружи? Конечно, имеешь право, только утром ты проснешься, обуви нет. Потому что решетки на окнах стоят, я думаю, она будет с охранностью, но нет. Да вряд ли сосед какой-то добрый. Но справедливости ради, я сразу вижу плюсы и минусы. Мы попадаем в традиционную испанскую кишку, да? Вот так вот это прихожая, но это прихожая. Вот как ни крути, как бы ни говорили, ни критиковали, смотри, мы снимали дорогие новые квартиры, да? И там даже нет ничего похожего. Здесь, по крайней мере, действительно, есть где разутся, повесить какие-то вещи. Можно даже маленький сделать встроенный шкаф. Ну, не встроенный. Ну, встроенный шкаф ты здесь не делаешь. Это ты специалист, можно, сделаешь. Все такое архаичное. Самое интересное, здесь даже есть видеодомофон. Дом, на самом деле, не такой старый. Дом 2005 года постройки. Видно, что, да, наверное, начало 2000-х. Нам кажется уже, что 2000-х, это прямо вчера. Это было давно. Это прямо сейчас. А ведь 20 с лишним лет. Сейчас 22 года через буквально считанные дни, да? У нас уже Новый год и 22 года, начиная с начала века. 2005 год, да? 17 лет. 17 лет этому дому. Скоро совершеннолетие. И сейчас посмотрим, как раз, что здесь в спальне. Ну, здесь у нас, как всегда, жизнь колодца, да, Ян? То есть у нас есть классическая испанская жизнь в колодце, когда вся жизнь происходит. То есть тут, я так понимаю, как минимум два, может быть, три помещения, они имеют вид колодец. Ну, смотри, здесь спальная комната с окном в колодец. Напротив, я думаю, это тоже наша спальная комната. Это, наверное, банная наша. И то, скорее всего, кухня дома. Шикарные коммуникационные возможности. Кроме общения с соседями через колодец, вы можете общаться со всеми членами своей семьи и в соседней спальне, и на кухне, видимо, и в туалете. То есть все имеют вот сюда вот окна. Но это смешно для нас, для многих выглядит. Но это особенности вот испанского строения, в том числе связанные с сохранением тепла, в том числе связанные с прохладой. Нет, главным образом, почему, откуда взялись вообще вот эти колодцы. Потому что очень много участков, они между домами, да, они сквозные. И когда застройщик строит дом, ему необходимо в каждом помещении сделать окно по нормам. То есть спальня, если будет без окна, это не спальня. Это гардероб, все что угодно, кладовка, но не спальня. Поэтому приходилось делать какие-то колодцы, вентилируемые колодцы. Ну а ты решаешь такие проблемы в своих новостройках, насколько я понимаю, просто увеличением площади квартир. И за счет этого не возникает такие сложности. Нет, у нас бывают дома, в которых тоже есть какие-то колодцы. Но все равно здесь просто, наверное, максимально... Но минимум одну спальню мы всегда стараемся дать наружу. Просто здесь, я думаю, максимально пытались использовать, нарезать максимальное количество помещений. И с этим связано. Ну это архитектура начала 2000-х, конца 90-х. Она не изменилась. Даже сейчас многие застройщики продолжают точно так же строить. Модный шкаф. Встроенный шкаф, да. Как всегда. Куда без встроенного шкафа, который всегда занимает довольно много пространства в квартире в испанской. Ну, кстати, некоторые сносят, а потом не понимают, куда вещи класть. Он достаточно нормальный шкаф, он глубокий. Ян, я верю. Со встроенными шкафами твою любовь я знаю. Поэтому я нисколько не сомневаюсь, что он хороший, глубокий встроенный шкаф. Внутри несколько колориферов. Тоже классический ассортимент аксессуаров в зимней квартире в Испании. Потому что отопления у нас здесь нет. Можно топиться кондиционерами и охлаждаться кондиционерами. Но, скорее всего, вот в эту комнату, судя по тому, что я веду дальше по коридору, не так просто будет провести кондиционер, который будет давать тепло. Вот это предустановка кондиционера. То есть, если эту коробочку мы сейчас откроем, ты увидишь... Ты хочешь, что такая трасса идет длинная? Да. Ты увидишь сейчас там трубы кондиционера. Потому что первая у меня мысль была, представляешь, какая трасса через сколько там помещений? Смотри, вот эти штуки в старых домах обычно их нет. Здесь дом достаточно свежий. Это 100% предустановка кондиционера. Потому что я много раз видел. Парировал как бы сразу. А я это в недостатки хотел записать. Что здесь, да, стоит сделать? Как минимум, немножко декорировать эту комнату. То есть, инвестиции минимальные, какие-то картинки. И она уже заиграет другими красками. Смотри, ты так упорно защищаешь эту комнату. Мы пытаемся с тобой выйти смотреть дальше. А ты всю эту комнату на защиту ее встал. Потому что ты хочешь прямо... Ну, я пытаюсь сразу тебе продать. Удерживать каждый рубеж. Человек вышел из этой комнаты без мысли. Ну, комната такси. Может, дальше что-то хорошее. А так я выхожу с вами. Но, в принципе, я набедил. Комната неплохая. Пойдем. Ярослав, а ты вот еще, кстати, не посмотрел? Здесь очень даже приличная столярка. Окно, которое... Да, мы его увидели, да. Со спальнями. Ну, кстати, оно с точки зрения отвода влаги, вентиляционное, неплохое окно. Здесь есть полноценная ванна. Она хотя маленькая, но ее можно набрать. Я не понимаю, почему сейчас не делают застройщики хотя бы вот такие ванны с небольшой шторкой. Здесь не помешала бы вот такая стеклянная шторка красивая, стильная. Не вот эта, конечно. Потому что... Ну, это, наверное, уже надо... Смотри. Я тебе объясню, почему многие не делают ванны. Я не знаю, почему их раньше делали. Точнее, я знаю, почему их делали. Потому что себестоимость ванны, она ниже, чем себестоимость современного душа. То есть душевой подон с красивой такой дверкой и встроенной сантехникой, он стоит дороже, чем вот эта вот ванна. Это самая базовая ванна. Но зачем она нужна, кроме как купать в ней детей, я не понимаю. Потому что во всех этих старых квартирах, как правило, от 50 до 80 литров водонагреватель. Ты ее никогда не наполнишь горячей водой. Ты знаешь, у меня вот может быть такая ностальгическая нотка воспоминаний, но я прямо помню себя с юности, с детства буквально бывает. Ты идешь и принимаешь душ вечером, начинаешь мыться. И в какой-то момент, когда тебе становится тепло, у тебя есть время, ты думаешь, а была не была. Затыкаешь пробку и уже садишь, что у тебя набирается ванна. У меня часто душ в жизни переходил в ванну. И я, не имея этой возможности, даже ощущаю себя как-то некомфортно. Не то, что я фанат все время сижу в этой ванной, и пену, хотя тоже прикольно шампунем налить, чтобы вот эта пена пошла. Но иногда такая мысль возникает. И когда у меня только душевая кабинка, мне как-то некомфортно. Я не чувствую даже это дома, понимаешь? Я хочу, чтобы я стоял где-то, куда я могу сесть, если захочу в тепло погрузиться. Такая штука, видимо, люди затарились перед началом коронавируса, локдауна первого. Да. Склад бумаги. Следы пандемии налицо. Пойдем дальше. Арка тоже я все эти арки помню. То есть, это такое наследие архитектурное, это ревьехи, опять-таки, из более старых квартир. Но там это было. Сейчас уже такое не делают, потому что это скрадывает пространство. Хотя оставляет вот такой наивный стиль провинциальной курортной Испании. И это у нас кухня, да, сразу справа? Это кухня, да. Ну да, кухня такая, достаточно тесная. Так, да? Пиво будет? Закрыто, мужчина. Вот так у нас выглядит кухня в Испании. И это, кстати, удобная штука, которая позволяет подавать сюда еду. То есть, у нас там обеденный стол. Здесь уже полчаса ничего не подают. Мы можем с тобой реально тут пить, как за стойкой стоять. Где-то должен быть телевизор. Телевизора, кстати, нет, да? Вообще не телевизор в этой квартире. А так мы могли бы оба смотреть телевизор. Здесь холодильник. То есть, если что, то когда заканчивается, я тебе подаю, ты просишь. Мы с тобой здесь прекрасно можем проводить время. Бойлер загорелся красной лампочкой, видимо, вместе со включением электричества. В моем понимании, эта дверь, эта стена и вот эта стена на лишнее. Лучше сделать здесь барную стойку и хоть как-то увеличить кухню и увеличить вообще все это пространство. То, что называется здесь кассино Американо, да? То есть, которая американская кухня. Да, самое интересное, американцы почему-то не знают о существовании таких кухонь. Но это в Испании почему-то их называют кассино Американо. Но я в защиту этой кухни опять так получается немножечко странно. Потому что я больше говорю даже в защиту. Мне тоже нравится. Вот в ванной мне нравилась конфигурация и в кухне мне нравится, что она индивидуальная. То есть, ты любишь отдельные. Если тут происходит какая-то готовка, она не должна быть, во-первых, на глазах гостей, если у тебя гости. Или все семьи, плюс эти запахи, плюс эти звуки, понимаешь? Квартира небольшая. То, что она изолирована, это неплохо. Да, хозяйка любая скажет, я хотел бы побольше. Но другие члены семьи будут довольны. И, в общем, вот этот формат с окошком, тем более, на мой взгляд, неплох. Но единственное окно самой кухни выходит в тот самый колодец. И, с одной стороны, это прекрасная вентиляция. Ну, здесь плита, вытяжка, ну, явно вот все туда. А с другой стороны, это некий призыв, пора кушать. Причем от всего дома, от всех. Ты понимаешь, готовят не у тебя, но тебе призыв, пора кушать, потому что у тебя в спальне пахнет. И бежишь в холодильник. Ну, а как ты оцениваешь планировку квартиры? Вот, исходя из всего, что мы здесь сейчас видим, ты только что критиковал кухню. Планировка тоже 8 баллов. Достаточно хорошая планировка. Но ты же только что сказал, что кухня должна лучше быть. Тогда бы была 9, если бы тут была барная стойка. Наверное, 9. Ну, я честно скажу, что за планировку я здесь поставлю 5. И большей частью за то, что... Грустно вздохнул я. Продать не удалось. Выключай камеру. Нет, просто, ну, как бы это честно, но это укор, наверное, больше испанским архитекторам, которые это делали. Но на самом деле не так страшно жить в подобной квартире. Находятся и плюсы, и по вентиляции, и по проветриванию. Есть люди, которые об этом красочно рассказывают. Мы просто этого не делаем на канале, потому что нет необходимости. Но, в принципе, многие риелторы вам расскажут о том, как прекрасна эта планировка, и как нужно покупать именно такую, и никакую другую. Но моя оценка все-таки 5. Холодильник и стиральную машину, скорее всего, меняли. Они явно до 1 марки. Да, но и марки непонятные. Кстати, вот я сторонник того, что, когда меняют бытовую технику люди, даже в бюджетном жилье, я сторонник покупать даже немножечко, может быть, ужаться по средствам, но купить подороже что-то. Потому что бытовая техника, даже если потом сдавать будешь, или еще какие-то там цели далеко идущие, то она у тебя долго прослужит. А вот на этом вот, ну неизвестно, сколько это прослужит. Ты знаешь, я тебе скажу так, вот мы ведь много устанавливаем техники в наших новых домах. В основном это бюджетная техника, индезит, ну это чуть-чуть выше бюджета. Ну да. Иногда устанавливаем Бош. Я тебе хочу сказать, что та, что та ломается примерно одинаково. Вот они все сегодня выполняют свой гарантийный срок 2 года, после 2 лет начинают выходить из строя. И дорогие бренды, и дешевые бренды, поэтому непонятно. Зря я радуюсь, да, свежие техники. Ну а ты посмотри на автомобили. Вот Мерседес. Вот вспомни Мерседес 30 лет назад. Это машина, которая никогда не ломалась. А сегодня? Тебе пиво дать еще? С удовольствием. Не снимай, включайте. Тогда у меня был Мерседес. Мужчина, мы закрыты сегодня. Смотри, салон, он достаточно хороших размеров. И, кстати, вот ты не обратил внимания, а у нас очень приличная плитка. Она свежая. Я думаю, что она была 10 лет. Несмотря на свои 16-17 лет. Да, ее никто не менял. Она действительно в очень хорошем состоянии. Было бы странно, если плитка была не свежей. Это не часто встречается в домах. Ну, бывает, когда там много используешь квартиру. Рисунок может быть не свежий, но плитка, да. И вот эта самая мебель, которую мы упоминали, она ничего не стоит. Мы все это прекрасно понимаем. Но я всегда говорю всем своим знакомым, которые хотят купить вот курортную квартиру. Или квартиру, которая является для них таким вот первым шагом куда-то там в курортную недвижимость. И сразу начинается, мы ремонт сделаем, мы мебель поменяем, мы для себя все сделаем. А потом получается так, что эти квартиры появляются в продаже, потому что у человека, допустим, появились деньги купить что-то лучше. Или, не дай бог, наоборот, денег стало меньше, он хочет от нее избавиться. И человек говорит, я вложил в ремонт и в мебель там 60 тысяч, мне бы хотя бы половину получить. Поэтому я оцениваю рыночное плюс 30. Ну вы же понимаете, там везде рыжая мебель, а у меня вот смотрите, хорошее все, ремонт там мебель. И людям не удается вернуть эти деньги, потому что это не тот объект, который надо вкладывать. И вот эта мебель, которая позволит впоследствии либо жить в ней, когда ты приезжаешь в курортное время, либо сдавать и не заботиться о том, что появились новые насечки, царапины, что там что-то где-то сломали. Даже если сломали вот эти вот ноги деревянные, гвоздиком прибил назад и все. А если сумасшедшие англичане вообще выкинули из окна арендаторы, взял с них 50 евро и купил на барахолке за 20 такую же новую. Даже заметно не будет. Здесь есть у нас кондиционер. Вот только здесь, смотри. Только в этой комнате. Только здесь мы можем погреться или охладиться. Да, и мы видели с тобой там два обогревателя было в шкафу, правильно? На две спальни. На две спальни, скорее всего, да. Ну пойдем пока из предизюминки зайдем в спальню, посмотрим, да? А потом уже изюминка. Ну порази меня здесь, Ян, что-нибудь скажи мне в защиту этой спальни. В защиту я тут ничего не могу сказать. Тут вот такая интересная... Тут судимый, ваше слово. Как вы можете оправдать такую спальню? Ну спальня как спальня, две кровати. Вот эта мебель вообще непонятно, что она тут делает. Невстроенный шкаф, даже нет встроенного шкафа. Ну вот есть такой шкаф. Даже шкаф и тот не встроенный, Ян. Да, да. Спальня плохая. Зато есть авторская какая-то живопись. Ну ты должен как-то подключаться и говорить, что попробуйте узнать, что это за художник. Это же тоже входит в стоимость квартиры. Сейчас посмотрим. Элиса Виняс. 3C. 3C. Это номер квартиры. Номер квартиры. То есть, а где это было? Видимо, висело снаружи когда-то. Скорее всего, хозяйка рисует это квартиры. Кстати, перчик. Возможно, даже фаршированный. Как вкусно. Это не Одесса. Фаршированный рыбок тут никто не готовит. Да, да. Ну пойдем в изюминку. Пойдем. Кстати, вот для кондиционера-то, да, тоже здесь? Да. Теперь я уже начинаю понимать, для чего они сделаны. И традиционно по-испански это просто тупо все закрашено. Ты знаешь, это сделано довольно не везде. Потому что это стоит денег. Ну просто довольно не везде, а везде сделаны распаечные коробки в этом же формате. Нет, я говорю, вот в этом доме это сделано. В домах там немножко более старших, этого нет. А вот это изюминка. Это терраса. Терраса большая. Хорошего размера. Для маленькой квартиры это большая терраса. И на ней, скорее всего, будет происходить большая часть жизни людей. Давай подумаем, что они увидят вокруг, когда они выйдут на свою террасу. Увидят дом напротив. Увидят прямой вид на море. Почти прямой Теревехинский вид на море. Боковой вид на море. Это точно то, что вы услышите от всех риэлторов, которые продают вам недвижимость. Вот по всем этим улицам, которые в Теревехе, вот так идут практически все к морю. И практически у всех есть вид на море. Подожди. Но море видно? Ну, видно. Видно. Значит, есть боковой хоть какой-то. То есть у тебя есть четкий такой ответ человек, который говорит, где вид на море? Мы говорим, вот боковой вид на море. Это классика. Ну, с другой стороны, улица не самая узкая. Бывает уже. А, что мы еще видим? Мы еще видим центральное отделение полиции, гвардия Севиль. Вот это беленькое? Вот низкое одноэтажное здание. Видишь, зеленый у них значок. Это, кстати, то место, где люди, которые уже прижились в Теревехе, начали друг у друга занимать деньги. И не отдавать друг другу. Самое любимое место их встречи – это там. Они все приходят друг на друга подавать заявление. Один говорит о том, что ему не возвращают деньги, а другой говорит о том, что его требуют и вымогают из него деньги. Вот они встречаются обычно здесь. Поэтому бесплатно у вас здесь вот с балкона будет периодически вид на скандалы людей, которые около этой полиции ходят. Что еще у нас здесь рядышком? У нас вот прям в доме напротив на первом этаже такой магазинчик 24 часа. Да. Небольшой супермаркет. Это реально удобно. И что еще удобно, буквально 100 метров за углом находится автовокзал и центральная Меркадона. Смотри, вот, Ярослав, мы говорили про кондиционеры. Видишь, вот этот наружный блок вот этого кондиционера, который в салоне, в зале. А вот это как раз и есть предустановка из двух спальных комнат. Соответственно, если еще два, это трассы, да. В принципе, сам по себе Теревьеха по инфраструктуре, город, наверное, не как далек от десятки. Но если в рамках Теревьехи, то здесь инфраструктура практически 10. Потому что вот в центре особенно не найдешь. Здесь очень хорошее место. У тебя все в пешей доступности. Если ты покупаешь жилье для отдыха, расположение очень хорошее. У тебя рядышком магазин, у тебя пляж в пешей доступности. У тебя даже бассейн есть в доме, что тоже неплохо. А коммунальные платежи какие? Коммунидат здесь 370 евро в год. Мы не будем углубляться в архитектурные изыске, потому что это классический, не самый красивый дом Теревьехи. Но он живой, крепкий, пока еще будет стоять и не требовать больших вложений. Поэтому здесь у меня, наверное, 7. Ну, я, наверное, 8. А у тебя тогда, Алигрей, как всегда, 12 из 10? 10. Почему? Скромно сказал я вам 10. 10. Ну, ладно, пойдем. Пойдем. Итак, у нас тут есть все необходимое. Микровановая печь, холодильник. То есть можно жить сразу. Стиральная машина. Встроенный шкаф. Мебель вся. Встроенный шкаф. Один не встроенный, к сожалению, оказался. Но, тем не менее, давай поставим оценку наполнению. Кондиционер тоже есть. Вот ты как оценил бы по 10-бальной шкале? По наполнению квартира, ну, наверное, балла 8. Наверное, исходя из того, что просто это сама по себе такая квартира. Понятно, что наполнение такое было бы в квартире за 300 тысяч, можно было бы оценить его в 2. В 2 максимум. А так 8. Ну, наверное, все-таки я где-то около 6 поставлю. Потому что можно еще немножко улучшить. И в том числе недорогими вложениями. Просто сделать ее более уютной, более живой. Я думаю, 2000 евро. И она заиграет другими красками. Интересно, кто живет здесь. Мы всегда смотрим на почтовые ящики. Давай посмотрим по фамилиям. Ну, я сразу вижу. Анна Мария Мардинес, Лиляна Палима Карин. А у кого-то вообще, смотри, нет даже дверки. И это Марин Якоб. Я не вижу ни одного иностранца. Не знаю, хорошо это или плохо, но, в принципе, те, кто хотят жить в Испании, может быть, они будут только рады тому, что они живут прямо с испанцами. Нет, ну, должны быть. Испанцы выбирают вот такое жилье. Это действительно испанское жилье. И мы можем сейчас с тобой как раз сказать о ликвидности, да, потенциально. Объекты поставить оценку. Скажи мне, что ты считаешь по поводу ликвидности? 8 поставил бы. Это ликвидный хороший объект. И для отдыха, и, в принципе, тем, кто хочет жить постоянно. Ну, я понимаю, что есть зрители, которые поставили бы кол. И, в принципе, я в чем-то был бы солидарен. Ну, потому что. Потому что. Ну, хотя бы за одну планировку, да. Да. Много нюансов есть. Но мы всегда говорим о том, что важно ориентироваться на стоимость. И делать выводы, исходя из того, сколько стоит это жилье, и для какой цели оно нужна. Да. Если люди хотят тут жить постоянно и с роскошью, это, наверное, не самый правильный выбор. Ну, и не те деньги. Но у меня часто приходится проводить параллели с автомобилями. Да. И это такая рабочая лошадка. Это автомобиль, который не подведет. Это курортный автомобиль. Это, наверное, такой немецкий Opel. Да. То есть такой народный продукт. Вальсваген, причем поддержанный фальсваген, крепенький. Да. С пробегом в пределах 100 тысяч, который стоит в гараже. И когда надо, везет на море. А когда не надо, два года продолжает стоять. Да. Потому что расходы небольшие, коммунидат невысокий. И если есть бюджет вот в этой сумме, то, наверное, можно поискать что-то получше. И мы, конечно, это еще попробуем сделать. Ну, не факт, что получится. Вот в этом ценовом диапазоне они практически все такие. В принципе, здесь все нормально. Это не самая дешевая квартира с такими характеристиками. Но и не самая дорогая. То есть это такой, скажем, середнячок. Достаточно хорошее. В хорошем состоянии, в хорошем доме и в хорошей локации. Такой гриб под березовик. Не белый, но и не поганка. Но и не поганка. Но мы смотрим все и белые, и поганки. Вот такой, друзья, получился у нас объект. Очередной из. Как в начале ролика мы и сказали, есть предложение вам участвовать в выборе. Кроме того, что спасибо, что вы нас просите посмотреть какие-то определенные объекты. У нас появляются определенные задачи. Еще нам было бы интересно, конечно, самим не знать, куда мы поедем. Поэтому, возможно, вот эту идею мы используем. А вы пишите в комментариях обязательно, насколько был интересен этот объект. Сколько должен был бы он стоить по-вашему. Что еще посмотреть. Ну и, в общем, все такое. Дизлайки не предлагаю ставить, потому что теперь это бесполезно. Поэтому остается теперь только лайки и подписываться. Пока. Пока, друзья. Ярослав, куда пошел? Оформляться. Я в полицию. На тебя денунцию писать, что паспорт не отдаешь мне. Давай. Реальный облик Торевьехи серый и унылый. За счет вот этих домов. Все не застроено, но 2-3 дома в год будем строить. Вот реально ваши домики, они оживляют улицы. Так что лет через 10, я думаю, чуть-чуть будет посимпатичнее город. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...